Далия Берначук Листья мы рассыпались, покраснели ранами, Чайками сорвались вниз, крылья пураганами, якорями. Останетесь вы по карманам длинными записками, Шорохом мелодии, костровыми искрами на меня пародией. Соберитесь, поедина прошу, соберитесь, выходите из темноты, Выходите из темноты, выходите из темноты мечты. Выходите из темноты мечты. Возвращайтесь к пристани кораблями вольными, Я без вас не выстою, я без вас не полная. Вот мой ветер, паруса до краев, вот мой ветер. Хлебом со сметаной, изюмом каши рисовой, Кем хотите стану я, но где же, где же смысл мой? Обретитесь, сегодня во мне. Обретитесь, выходите из темноты, выходите из темноты, Мечты, выходите из темноты, выходите из темноты, Мечты, выходите из темноты, выходите из темноты, Мечты. Спасибо большое. Почти перед концертом я узнала, что тут же присутствуют дети, И мне пришлось немного подредактировать сценарий. Сейчас будет звучать песня от имени домашнего кота. Где-то 4 года назад я жила в общежитии в Санкт-Петербурге, И в властной этаже жил кот Шекспир. Как-то раз он зашел ко мне в комнату и просто лег на кровать и уснул. Как будто так нормально. А Шекспир? Поэтически лег, поэтически уснул. Это был знак. Снова утром, осень, снова дуешь в мое окно. Мое большое и темное, так что дует мне все равно. Я буду баловать себя сладким сном. Куда ты подтащила мой плед, ведь он почти что мой. Я ведь, понятно, намекнул бы даже спрятал его под собой. Как тяжело с моей хозяйкой порой. Секрет мой дальше, чем на шторы сладчие чашки с молоком. Уйти бы ночью к берегам моим знакомым кораблям. Но я не так жесток, если бы точно не смогла без меня. Ты видишь эти осколки цветочного горшка под окном. Но почему бы не подумать, так и было. А потом обсудить этот феномен с котом. Нет, холодильник, как жилье, совсем не вариант. Давай не будем обсуждать этот несчастью проверенный факт. Процел цветочек, как же я ему рад. Секрет мой дальше, чем на шторы сладчие чашки с молоком. Уйти бы ночью к берегам моим знакомым кораблям. Но я не так жесток, если бы точно не смогла без меня. Ты мне расскажешь свой секрет, а потом уйдешь с ним в кино. Он не хозяин, так почему ты мне посадишь в холодильник его. Я бы следил, чтоб он не съел ничего. Будешь с дивана долго выгонять, все равно разрешишь. Я буду шепотом тебе стихи читать и спросить, что ты ворчишь. Нет, это логично, только если молчишь. Секрет мой дальше, чем на шторы сладчие чашки с молоком. Уйти бы ночью к берегам моим знакомым кораблям. Но я не так жесток, если бы точно не смогла без меня. Но я не так жесток, если бы точно не смогла без меня. Но я не так жесток, если бы точно не смогла без меня. Я снимал торговцу мороженым, который стоит на улице. И несмотря на то, что жара, ходят какие-то всякие непонятные люди, платят мало. Он стоит и торгует. Еще и в лаборации. Я честно дарую вам миром, Возьми для детей. Я точно, но ты с этим миром, Сегодня мой день. Ты скажешь мне безумно мало платья, И что достойно жить совсем не хватит. Попробуй вот этот из банана, Он точно хороший. Мне платят почти без обмана, Немного, что ж. Ты спросишь, почему я так стараюсь, Всем шарики кручу и улыбаюсь. Людям, а завтра никого вокруг не будет, Возьми для жены шоколад, послушай совет. Ты любишь её, и не жаль, почему бы и нет. Беру свои копейки непостую, Зачем я трачу лето в холстую? Откуда мне знать, Откуда мне знать, Откуда мне знать этот день, Самый лучший из всех? Ты знаешь, как выключить лень, Ну и где твой успех? Я просто добавляю в кофе сливак, Чтоб просто быть немножечко счастливым. Зачем тебе толстые книги Про взрослую жизнь? Исчезнем мы все их замер, За него и держите. А вдруг меня не будет в этот вечер, Я на твои вопросы не отвечу, Откуда мне знать, Откуда мне знать, Откуда мне знать. Четыре года в университете, Ничего не научились. Все шпаргалки порвали, Такой хилей. И пусть ты ему не пользовалась, как-то. Следующая песня посвящается единомышленникам, Как оказалось, их очень много, Судя по седьмой душному дню. Песня была написана в тех временах, И оказалось, что Мои взгляды, в принципе, Никто не поддерживают. Мне стоило только это проверить, И оказалось, что это не так. Так. Песня называется «Теплые дома». Глянь на меня, старик, Я, как ты, без денег, Титулом невелик, Но слуга идеи руку мою возьми, Тебя, да хоть глаз не хори. Глянь на меня, чудак, Мы всем непонятны, Дай заглянуть в чердак, Пахни чаем пятным, Толку с него скажи, Когда вылечить некого. Снится мне вернулась к нам зима, Я дышу на улице и руки, Падают дворцы, Возводятся дома, Теплые дома. Падают дворцы, Возводятся дома, Теплые дома. Слышите голоса, Заблудились где-то, Видите ли их глаза, В них не меньше света, Дайте пройти им в круг, Отдохнуть, отодреться. Брат, ты не одинок, Если ты стремишься, Если за этот срок Не успеть боишься, Знай, ты уже мне друг, Коль за шанс выхватаешься. Снится мне вернулась к нам зима, Я дышу на улице и руки, Падают дворцы, Возводятся дома, Теплые дома. Падают дворцы, Возводятся дома, Теплые дома. Теплые дома. Есть у меня один товарищ, Его нету, и слава Богу. Потому что товарищ С диагнозом рыцарства головного мозга, Он просто служит по контракту и ездит Туда-сюда в разные различные точки. Потом приезжает, у меня обучается, Что жив, уезжает от ванны. И в связи с этим написана песня Снегири и Вороны. Она о том, что мы видим постоянно по новостям, О том, что обсуждаются на кухне или на улице, О всяких страшных, Они очень симпатиях. И я вот очень давно не люблю эти разговоры, Не люблю эти обсуждения, Потому что я ничего не могу сделать. И меня это всегда просто поворачивает наизнанку, То, что я могу об этом говорить, Ну и что? А сейчас я об этом спою, Чтобы донести вот эту мысль. Образы болтались в воздухе, Не подчиняясь ни мне, ни богам, ни космосу. Рождались в чае и хаосе, Мешались сахаром, Дарили пар туман в час на две. По Москве Голос мне Дайте Голос мне Такой, чтобы разом прибить все холсты к стене, Все кисти Поставить в волосах, Смешаться с красками, Добавить масть свою, Писать прибой, Петернёв Снегири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сны и звук чертые, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй, снигири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сны измученные, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй! С временем, Тихим временем, Надо найти больше сил верить в то, что мы думаем, Война безрассудная, Иначе объятия порвать, Мои восьми осколками, В сердцах иголками убежишь, Улетишь, Улетишь. Снигири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сны измученные, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй, снигири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сны измученные, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй, снигири, вороны, выбирай, Улицы разъяренные, Мечутся, ржут и гремят кони дареные, Чьи капли вы опять обреченные, Большие мнения, самохлорения. Я-то кто? Филитон? В тишине Себя спросите, Нож вы еще много раз поднимете, Бросите Ответы в задовец вшитые, Их гвозди длинные, Руки безумные, Умытые, Смытое. Снигири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сты измученные, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй, Снигири, вороны, выбирай, Сколько правды на этих частотах отвечай, Да я же всех не спасу. Сны измученные, Люди скрученные, Да хоть сигнал донесу. Эй, Эй, Сны измученные, Сны измученные, Сны измученные, Вороны, вовремя может и слишком вовремя может сейчас мужчина узнает наш секрет я постаралась написать так чтобы не до конца называется осенняя песня идешь и ищешь не ждешь остывает руки вся ежишь вся вся в скуке вся восемь и тут такой привет тебе вселенский совет уходи быстрее я кашляю болею сразу брось меня твой дом занимает объем днем пытает время отпускает в теме небо так достичь сердцем каждый кирпич без дверей построил блок но все зашторил наглуха вот так покой и вселенский прибор он нам только снится а сон не долго длится стра-то твой дом занимает объем в нем петляет время отпускает в теме небо так Уйти Надо повод найти И накрутить, чтоб вспоминать и сгулить Как здорово Опять На кирпичах нам писать Одно и то же Никто никому ничего не должен За добором другим даже Твой О-о-о-о-о Занимает О-о-о-о В нем петляет время Опускает в темень Ветан С каких пор твой дом О-о-о-о-о Занимает О-о-о-о В нем петляет время Опускает в темень Не надо так Не надо так, не надо так. Привет! И чем же вас кормить вы сегодня внезапно? Так дождь, позвольте, ваш зонт, он стечет аккуратно. Привет! Много ли звенеть в этот раз нам стаканом? Песни, стихи, тишина, что сегодня по плану? Закрывай глаза, доверяй, ты летишь, ты мне падаешь, мне падаешь, руками себе помогай, не спеши, ты мне падаешь, мне падаешь. Все новости рассказаны, все раны перевязаны. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Привет! Где какие черти тебя носили? Без вести столько дней меня не спросили. Привет! Где каких зверей на тебя спускали? В руки возьмись, потерпи, хорошо покусали. Закрывай глаза, доверяй, ты летишь, ты мне падаешь, мне падаешь, руками себе помогай, не спеши, ты мне падаешь, не падаешь, не падаешь, не падаешь. Все новости рассказаны, все раны перевязаны. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Привет! Чья же голова у меня на коленях? Тихонько, я не спугну, я застыну мгновенно. Привет! Чьи же это плечи у меня за спиною? Подожди, сам не спугни, я котенка укрою. Закрывай глаза, доверяй, ты летишь, ты мне падаешь, не падаешь, руками себе помогай, не спеши, ты мне падаешь, не падаешь. Все новости рассказаны, все раны перевязаны. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай, ай, засыпай. Возможно, для кого-то будет новостью. В этом году меня впервые пригласили на «Байк и лайк» в качестве участника. Это очень большая честь, на самом деле, для меня. Следующая песня называется «Байкальская сказочка». Мама рассказывает сыну сказку на ночь о том, как давным-давно Китай и Кремль поделили Байкал. Там была скоплена вся территория, и вот чтобы китайцы с кремлевцами не лугались, была построена длинная кремлевская китайская стена. Но у мамы был муж, сын, точнее, у отец этого сына. Его это вообще-то катастрофически не устраивало. Он решил поссорить кремлевый Китай, чтобы они друг другу подорвись, все друг друга поубивали, ушли оттуда, и Байкал остался наш. Красного народа. Отец что придумал? Взял три баллончика из красного. Красный, синий и белый. Пошел на китайскую сторону специально. Им стену раскрасили. Типа вот на китайцем, но это русская, типа, территория. В общем, закончилось все ядерной войной, но мама-то с сыном стали жил, значит, все не так было. Рассказать тебе сказочку на ночь, сынок, это было давно и неправда. Ты же умный весь в маму, давай на почелок и укройся сегодня прохладно. Уже времени много прошло с этих пор, как бы сны нам с тобой не дождаться. Но с чего же ты спросишь, начался сыр-бор? Твой отец захотел искупаться, и смешно он хотел искупаться. Он грезил там, за стеною шепчет, волною колет. Хвоёю память мою тут и там. Оно бездомное, большое, чистое, святое, Мудрое, живое, мечтою за мной попитан. Там рыба жирная ведь, телеги русские, можно из ладошки пить. Такая вкусная не выдержишь, плак не измеришь, пешком далеко, глубоко. Мы с ним в детстве бродили вдоль этой воды, а раньше попала осколки. Мы мечтали, что будем здесь в старости жить, а не раз приезжать надолго. За Кремлёвской китайской великой стеной оказалась вода и песочек. Я бежала смеясь по земле, а за мной продавали её по кусочку, Продавали за грош по кусочку. Все эти камни, простые склоны, большие шапки, крутые, Прячутся в облаках эти туманы. Наутро бодростью внутрь любишь, Всех будто и вмиг забываешь страх, ещё бы. Там рыба жирная ведь, телеги русские, можно из ладошки пить. Такая вкусная не выдержишь, плать не измеришь, пешком далеко, глубоко. И однажды подумал твой хитрый отец, что, возможно, всё резко изменится. Если там за стеной посчитает овец, кое-кто и с другим не поделится. Пусть друг друга побьют, а вернётся всё к нам, и ничьё и свободное порвну. Три волончика с краской хороший план, и ушёл на китайскую сторону. Он ушёл на китайскую сторону. Нашёл три дня и три ночи. Медленно, очень ярко, И сочному стену разрисовал. Там не было слов, нет хороших символов божьих. Жаль, нет краски больше три линии до конца. Три линии до конца. Начали морды бить, потом на кнопки жать, Вокруг крушить, бомбить, потом рыдать, бежать. Спускает свой занавес ядерный снег. Белый снег. Тихий снег. Белый снег. Тихий снег. Тихий снег. Вот такая вот сказочка. Надеюсь, она никогда не станет бурью. Следующую песню очень любит мой брат. Он вообще знает почти все тексты моих песен. Песня называется «Новый год», хоть он не скоро, но после такой песни уже потеплее обстановка, что не все так плохо. Пока что. Скорее сложи в карман свою конфетку, Сидит под елкой маленький проказник, И хлопнув по плечу колючей веткой, Внезапно к нам ворвался этот праздник, Стуча нетерпеливо по столу, Все ждут того, чем так и скуп не пахнет. Попробуй угадать, что тебе я подарю, Когда откроешь, то, наверное, рахнешь. Царапаешь ее изображение, Гвоздем на лакированной гитаре, Сомкнув пять строчек все воображение. Играешь то, что ей сейчас сказал бы, Послушай, ведь сегодня Новый год. А если загадаешь ты желание, То счастье у него точно не пройдет. Эх, разгадать бы мне твои мечтания. Эх, разгадать бы мне твои мечтания. Толпа людей на два квадратных метра, Сердца их бьются в такт любимой песни. Не слышно здесь декабрьского ветра, И никому не кажется здесь тесно. Уже который год встречаем вместе, А каждый праздник кажется коротким. Любой сказал, встав на мое место, Наш узкий круг друзей, такой широкий. Это одна из самых старых песен. Записана в качестве, она была в 2014 году, Когда вышел первый, и пока что единственный, Сольный альбом, маленький. Следующая песня называется «Океан». И мне удалось сыграть ее во второй раз с дуэтом с девушкой, Которая играла на кахоне. Кахон — это такой инструмент, как табуретка. То есть человек сидит на тумбочке и стучит по нему. И издаются интересные звуки. Секрет этого инструмента в том, Что он выглядит, как скворечник на задней стенке, дырочка, А внутри, вдоль стенки, по которой стучим, Там натянуты струны. Из-за этого стук не просто, как будто в тон кто-то стучит, А там такой треск интересный, красивый. То есть как будто дождь идет. Вот такой интересный инструмент. Песня называется «Океан». Очередная женская песня. Я же не пишу женские песни, вообще никогда. Вода шумит на кухне сейчас, Мне только слушать и смотреть, Мне по душе эта песня. Видал бредовый красочный пас, И не поверить, не стереть, А больше нет во мне места. Кричи через край, Отпускай тебя тушить, горелую мыть, отмывать, Лечить, твои леса воскрешать, садить. Пусти. Пусти. Жива, уже по пояс жива, А над водою мой дым Всплывает, кружится мебель. Трава, сквозь пепел рвется трава, Под чёрным хворостом сухим, Родная тянется к небу. Возьми, Чужих волков накарми, коль пришли, Не гони, обними, прими, Да и ночью полы стаями. Пусти. 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 Океан. От пола до потолка, А я умею дышать И управлять кораблями. Туман, добавь мне лёд молока, И уже поздно сполосать Одно большое цунами. Лети, окна не открывай, Всё сольёт, свой сексофон забирай, прощай. Мне хорошо, моя горюмарин. Утекай, 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 утекай. Утекай, утекай. Утекай, утекай. Утекай, утекай. АПЛОДИСМЕНТЫ Солей кидает огрузку. Солей кидает огрузку. Чё? Чё, кто это сделал? Если кто-то не видел, я надеюсь, вы посмотрите позже. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не несёт никакой смысловой нагрузки. Казалось бы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я на самом деле не видела этот ролик. АПЛОДИСМЕНТЫ Я услышала как-то раз фразу, это было в чате. Я такая, подожди, сейчас будут песни. Я присылаю песню, все такие удивлены. А потом мне показывают это видео. Песня на самом деле о жизни. А потом с тем откладом дела на завтра. О том, как мы не понимаем, что в год происходит. Жизнь Сложная штука, настоящая мука в чём с вами. Сидишь Ночью бессонной, в конуре, знакомой сам с собой. Стой, паровоз, у меня один вопрос. Чё, чё, чё это чё? Кто это кто? Шо, шо, шо это шо? Кто это кто? Кошмар. Что происходит, куда жизнь уходит моя? И как упал и серьёзно, пора, коль не поздно, менять. Всё решено, с понедельника начнём. Чё, чё, чё это чё? Кто это кто? Кто это кто? Шо, шо, шо это шо? Кто это кто? Кто это кто? Кто это кто? Куат, куат, куат из mnie тьфу? Ху, ку is it huuu? Даכу, куат, куат, куат изroffen? Нуху-ку is it huuu? Песня о боте. Поздно придёшь домой, Вновь расправишь плечи, И разведёшь огонь, Сразу станет легче. Лошади под навес, Капля воды из фляжки, И там за стеной улез. А мне с двух сторон не страшно, Лошади под навес, Капля воды из фляжки, И там за стеной улез. А мне с двух сторон не страшно, Там за стеной улез. Но на дальше город, Улицы для полез, Работа для тех, кто молод, Косу мне заплетешь, как мать, но чуть-чуть потуже Калитку закрыть уйдешь, вестей принесешь на лужи Косы на пояса, корни уходят в землю И на моих глазах льется рекою время Я на тебя гляжу, ты все вид вестей выше Ночью с тобой сижу, рядом горьков не слышно Я на тебя гляжу, ты все вид вестей выше Ночью с тобой сижу, рядом горьков не слышно Поздно придешь домой, вновь расправишь плечи И разведешь огонь, сразу станет легче Лошади под навес, капля воды из фляжки И там за стенами лес, а мне с двусторонней страшно Я за тобой пойду, калитку на клюш закрою И по пути найду, чего ж я на теле стою Песня написана для папы Существует на работе, не мешала Финальная песня Крайняя Есть такой замечательный автор, Ричард Бах Он написал прекрасную книгу, которая называется «Чайка по имени с Жонатом Гиггинсом» Если кто-то не считал В книжке описывается герой чайка Который научился летать не так, как все То есть все нормальные и адекватные чайки Раздаются, укрепляются, летают Добывают себе еду Кушают и вроде бы довольны А вот этой чайке нужно было летать как-нибудь вот так вот Вот так вот То есть он придумывал новые трюки, новые виражи Испытывал свои крылья на прочность Раз за разом набирал все большую высоту На него смотрели как Не то что-то съел И ему пришлось уйти даже из стаи Он полетел дальше Он встречал разных учителей, таких же, как он То есть учителя, которые учили его летать по-другому Учили летать его выше, быстрее, сильнее В итоге он научился летать через скалы И даже в будущем нашел своих учеников И учил их Песня называется «Джонатан улетает» И она о том, как сложно стремиться к идеалу Как это трудно, но хочется Снится мне, что я в рубке сыплю пеплом Из трубки все возделись капитаны Снится мне, я в гримёрке в темноте За суфлёркой мастера и курманы Я сплю, и карты мне Расстилают лучшие Ноты дарят краткие Мысли вслух на бис Я сплю, а Джонатан Улетает Джонатан Улетает Джонатан Улетает ввысь Свет живой Затухает и меня Поплощает Это всё Несерьёзно Ни широкой Разноцветной Липкой горстью Конфетной Ненавижу Когда поздно Я сплю, и что там Упускаю Нахожу И теряю Мучаюсь И кричу Проснись Я сплю, а Джонатан Улетает Джонатан Улетает Джонатан Улетает ввысь Дай мне силы Очнуться В снег с утра Окунуться Всё раздавить Как нужно Если ты Твои вижу Я пытаюсь Поближе Я бросаю Все нужды Спасибо за моя И за счастье Натощак За причастье К замыслам У меня внутри Незримый Джонатан Улетает Джонатан Улетает Джонатан Я лечу Смотри Незримый Джонатан Улетает Джонатан Улетает Джонатан Болитая Болитая Улетает, Джонатан, улетает, Джонатан, улетает, улетает. Не представляла, что такое возможно. И большое спасибо месту, которое нас приведило, белая волна. Организаторы просто так пускают сюда музыкантов и тех, кто хочет это прослушать. Это очень здорово. Огромное вам еще раз спасибо. Если есть какие-то пожелания и ругательства, то их можно писать личные сообщения. То есть, если есть какие-то предложения, я вообще открыто для общения по существу, по делу. С удовольствием выслушала каждого. Буду стараться развиваться дальше для того, чтобы не было косяков. Придумать многие песни, которые будут лучше и интереснее, или будут просто другими. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.